Вы часто меня просите о профессиональном совете по поводу кистей для макияжа, во что лучше вложить свои деньги, что купить и если бюджет достаточно ограниченный, то как можно сэкономить и возможно ли вообще купить какой-то недорогой набор кистей, который при этом еще и будет хорошо служить. Сегодня как раз таки этому и будет посвящено видео, потому что я достаточно длительное время тестировала огромное количество кистей, много у меня здесь наборов кистей и есть вам в общем-то о чем рассказать, поэтому если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видео в будущем, а если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать, как только новое видео выйдет. В общем-то обязательно это сделайте и давайте приступать. Сегодня у нас с вами на обзоре целых 5 наборов кистей, как очень больших, так и достаточно компактных и все они были заказаны с китайских сайтов, с разных китайских сайтов для того, чтобы протестировать где что есть и где возможно лучше заказывать, где удобнее заказывать. Давайте начнем с самого большого набора. Здесь 29 кистей и он у меня представлен в такой вот замечательной кружечке с гусем. Кружка эта не идет в комплект, на самом деле упаковка у этого набора очень классная, особенно для профессионалов. Конкретно этот набор до колор поставляется вот в таком вот огромном чехле, он из кожезаменителя и здесь вот так вот все кисти можно расположить. Я считаю, что это супер кейс для того, чтобы хранить кисти, особенно если вы не хотите, чтобы они превратились в черти что через год, то я вам очень рекомендую при транспортировке, а если вы визажист на выезде, то вы часто транспортируете кисти, использовать что-то такое. Очень удобно на самом деле и достаточно он прочный, то есть я не думаю, что он развалится или там кисти повредятся в нем, то есть очень даже такой неплохой кейс. В этом наборе также 15 кистей для лица, 13 кистей для глаз и одна кисть тоже для губ здесь находится. Что касается качества этих кистей, то на удивление кисти для лица мне практически все понравились. Вот те, которые вот с таким вот ворсом, они все очень мягкие, вот я на самом деле была очень приятно удивлена тем, насколько мягкие эти кисти и вот конкретно вот это стало сейчас моим огромным фаворитом для того, чтобы наносить бронзер, потому что она как раз достаточно большая, то есть она не наносит какой-то полосой бронзер и можно вот так вот сразу растушевать очень большими областями на лице. Очень-очень классная, здоровская кисть, я думаю, она даже вытеснит предыдущий мой фаворит, который я использовала много лет до этого, поэтому кисть замечательная. И как я и сказала, они повторяются, вот этот же ворс присутствует во многих кистях, вот что касается кистей для лица, то здесь 6 кистей, одинаковый ворс, очень приятный, это натуральный ворс, он стриженный, но при этом очень мягкий, вот действительно я даже не думала, что он может быть настолько мягкий. В этом наборе я насчитала 23 толковых кисти и 6 бестолковых, что же касается бестолковости, то здесь это опять-таки очень субъективное мнение, потому что что для меня является таковым, для вас возможно наоборот это будет мастхевом. Я считаю бестолковыми вот такие вот дуофибры, я ими никогда не пользуюсь и в этом наборе конкретно они очень мягкие, то есть ими и тональную основу не нанесешь, потому что она как-то слишком полосит и слишком как-то она неупругая для этого. И в то же время, если нужно какое-то легкое вуальное нанесение, то она как-то тоже на это не способна, потому что, ну вот неправильный у нее нажим просто, мне не нравится как она работает. И таких кистей здесь аж целых 3, возможно вот эта одна из самых толковых, может быть ее можно для кремовых продуктов приноровить, но я вот в целом просто не пользуюсь такого типа кистями, поэтому я для себя и для своей работы считаю их абсолютно бестолковыми. Еще в тройку бестолковых попали вот эти 3 лузера, опять-таки вот такие кисти я просто не использую, еще я терпеть не могу вот такие вот скошенные пушистые кисти. Изначально форма таких кистей была придумана для коррекции носа, но на самом деле никогда не пользуюсь, вообще никогда, ни для нанесения тени, ни для растушевки, ни для коррекции, ни для чего. И есть еще одна здесь такая бестолковая кисть, которую я вообще не понимаю для чего, то есть я могу ей найти какое-то применение, например нанести на нее точечно консилер, и как-то точечно им работать, или там контур губ подправить, или точечно какие-то прыщики скрывать, но на самом деле это бестолковая кисть, можно другими кистями это сделать намного более удобно, тем более она здесь мне пришла какая-то немножко дефективная даже, и ворс у нее немножко загнут. Кстати, я вас очень попрошу поставить мне лайк за то, что я в кадре показываю вам чистые кисти, абсолютно все я их вчера до полуночи мыла, потому что я на самом деле ненавижу, когда в кадре показывают грязную косметику, грязные слипшиеся кисти, у меня это вызывает просто какой-то приступ тошноты, поэтому я очень надеюсь, что для вас тоже приятно, что все кисти, которые я вам показываю, чистые, красивые, помытые, поэтому поставьте мне обязательно за это лайк. Так, давайте перейдем к толковым кистям, как я уже сказала, это относится к кистям для лица, они идеального качества, очень хорошие, также я сюда могу причислить и вот такую вот скошенную кисть из козочки, она немножко более жесткая, но в целом очень даже применима. Что касается минуса этого набора, он заключается в том, что вот все вот кисти для глаз, которые вот из белого ворса, козы, они жесткие, вот реально, к сожалению, жесткие, их здесь три, я возлагала на них больше надежд, я надеялась, что все же они будут немножко мягче, но здесь ворс пострижен так, что это уже скорее всего какой-то кончик ворса, поэтому он настолько жесткий и неприятно, да, если вы будете долго растушевывать тени, вы прям почувствуете эти кисти на глазах, то есть веки начнут прямо аж так немножко жаловаться вам и говорить, что хватит, хватит, я лучше с немножко недотушеванными тенями буду, но зато без раздражения. Что же касается классной кисти для растушевки, то она здесь одна единственная, и она опять-таки из такого же ворса, как и кисти для лица. Вот это самая мягкая кисть из всех вообще, которые я вам покажу сегодня, это самая лучшая кисть для растушевки именно теней. Вот это единственная, которой я могла пользоваться, которая не создавала у меня дискомфорта на глазах. Что же касается остальных кистей, я вам прям каждую отдельно не буду здесь показывать, здесь есть и кисти побольше, есть поменьше, есть еще пару для растушевок, есть скошенная. Ну, скажем так, действительно неплохой набор и с намеком уже на профессиональную деятельность, либо на маньячество, то есть если вы любите действительно косметику, постоянно ее пользуетесь, и вы уверены, что такое количество кистей вам пригодится, то я могу рекомендовать этот набор к покупке, стоит он 33,99, каждая кисть, получается, стоит 1 доллар 17 центов. Это на самом деле очень низкая цена, и конкретно эта марка Доколор, я с ней не впервые знакомлюсь, то есть я уже себе покупала раньше вот такой вот спонж для очистки кистей, быстрый, и также у меня овальные тоже кисти от марки Доколор, они на самом деле неплохой китайский бренд, на который можно положиться, и также помимо кэшбэка я вам могу предложить еще дополнительно скидку 10% на этот сайт, поэтому если что-то будете заказывать, то я вам очень рекомендую ей тоже воспользоваться. Теперь давайте я вам покажу набор, который я считаю самым лучшим именно для личного пользования, когда вам не нужно очень много кистей, вам достаточно и базового набора, здесь бы я рекомендовала вот такой вот набор от марки Зорея. На самом деле на китайских сайтах полно аналогичных наборов в черном тубусе, или там в разноцветных тубусах, но они все разные. Через мои руки прошло уже огромное количество вот аналогичных кистей, и я вам рекомендую, что если вы хотите вот именно получить то, о чем я говорю, вот заказывать на тех сайтах, о которых я говорю, потому что выглядеть они могут похожими везде, вот картинки быть одинаковыми везде, но на самом деле вы получите совершенно не то, о чем я рассказываю. Здесь в наборе 12 кистей. Я считаю, что самая сильная сторона этого набора как раз-таки заключается в том, что здесь хорошее сочетание кистей для лица и кистей для глаз. В этом наборе вы получаете 4 кисти для лица, потом здесь 7 кистей для глаз, которые также можно и для других частей лица использовать, как например для бровей, там для консилера, и одна кисть для губ. На мой взгляд в этом наборе меньше всего бестолковых кистей, то есть здесь 9 толковых кистей и всего 3 бестолковые. И опять-таки, что касается бестолковых, они здесь повторяются, то есть опять-таки дуофибра, возможно вам такие кисти нравятся, у меня к ним рука абсолютно не тянется. Опять такая же пушистая скошенная кисть, как типа для коррекции носа, ну ее можно применить, она в этом наборе конкретно даже неплохая и в принципе не жесткая, то есть ее можно для теней на худой конец применить, но я такими опять-таки не пользуюсь. И снова кисть лепесток, что же касается удачных кистей, то здесь очень неплохая кисть для пудры, для бронзера, ну для каких-то сухих текстур, мне она понравилась неплохого качества, немножко жестковата, но в целом это повторяющийся факт для абсолютно всех кистей, которые я вам сегодня буду показывать. Ни одни из этих кистей не претендуют на люкс, на какую-то супер мягкость, на какую-то действительно деликатность, то есть все они жестковаты, все они обрезные, и так или иначе они о своей цене вот таким вот образом говорят. Но в то же время среди всех этих наборов тоже нет откровенно отвратительных каких-то кистей, все можно использовать, но понятное дело, что там, где мы платим меньше денег, нужно немножко как бы понимать, что за эти деньги качество люксовое мы не получим. Также абсолютно нормальная здесь скошенная кисть для румян, коррекции, для чего бы вы не захотели ее использовать, кисть для теней, растушевочная кисть здесь достаточно большая, но вот по ощущениям она мне очень напоминает качество сигмы, то есть достаточно неплохое. Также здесь одна из самых лучших кистей вот такой вот формы, кисть карандаш, кисть бочонок, самая действительно неплохая из всех наборов, которые я тестировала, потому что она хорошо держит форму и достаточно мягкая, на удивление. На сайте указано, что кисти из белого ворса не из козы, а из овечки. Может быть из-за этого они немножко мягче, чем кисти из козы. Что меня поразило здесь, так это две кисти. Первая не настолько сильно поразила, но все равно хочу ее отметить. Это вот такая вот маленькая скошенная кисть. Она меня поразила тем, что китайцы очень редко делают острые кисти. Вот эта именно классная кисть будет для помадки для бровей, для стрелочки, потому что она не просто скошенная, она действительно прям острая, то есть вот ее щетинки сходятся вот в такое прям лезвие, которым очень удобно делать брови и делать тоже стрелку. Также только в этом наборе есть кисть, которая, я считаю, не заслуживает такой стоимости, а заслуживает гораздо большей стоимости. И если бы на ее ручке было написано хак ухода, я бы не заподозрила, что меня разводят. И я сейчас говорю о кисти, которая у них называется Large Shader 8S. Вот эта, я не знаю, ну настолько хорошая кисть, она одна единственная во всех этих наборах, там где я вот так вот просто провожу по ней, и я понимаю, насколько она качественная, насколько она мягкая, насколько классно вот прям волосок к волоску собран ворс. Здесь изумительного качества кисть, она держит свою форму. На сайте указано, что это кисть из ворса пони. Пони обычно более жесткие, то есть, например, в таких кистях, как хак ухода, пони достаточно упругий ворс, и он лучше всего работает как раз таки для сухих текстур. К примеру, если вы берете матовые тени, эта кисть очень классно их набирает и очень классно наносит, не плешивит, не полосит, не оставляет пятен, но при этом с какими-то более влажными, даже в кавычках, текстурами, как, например, с металлическими тенями, которые вот такие более маслянистые по ощущению, она будет работать очень плохо, потому что вот такой вот ворс очень плохо их набирает. Плюс я также могу ответить упаковку, потому что, по сути, это два стаканчика, в которых вы можете эти кисти и хранить, и можете как закрывать этот стаканчик, чтобы пыль не падала на кисти, так и открытыми хранить, и удобно разделить там, например, на чистые и грязные, или на кисти для лица, кисти для глаз, то есть, как вам удобно. Стоит этот набор 23 доллара 23 цента, каждая кисть здесь получается по стоимости 1 доллар 94 цента. В принципе, из всех наборов, которые я вам показываю, это самая дорогая стоимость за единицу, то есть, за одну кисть, но мне кажется, этот набор действительно неплохо сбалансирован, и для вот такого среднестатистического использования, мне кажется, он один из лучших. Следующий набор, который я вам покажу, состоит из 15 кистей, и марка называется MSQ Professional. Этот набор меня меньше впечатлил, чем предыдущие два, о которых я вам говорила. Давайте пройдемся по пунктам, почему. Первый пункт заключается в упаковке. Он идет вот упакован в такую вот сумочку а-ля Зоева, и на самом деле, это одна из самых бестолковых упаковок. Мне кажется, что тубус, либо вот такой вот кейс, который на застежке, намного лучше работает, чем вот просто вот такая сумочка. Но, тем не менее, она здесь есть. Минусом этого набора для меня лично тоже выступает то, что здесь достаточно много синтетики, то есть очень большое количество именно синтетических кистей. Я все же люблю, когда существует некий баланс, когда есть и синтетические, и натуральные кисти, как для лица, так и для глаз. Здесь для лица вы найдете только синтетические кисти, то есть без вариантов. У вас нет ни одной кисти для лица, которая была бы выполнена из натурального ворса, то есть абсолютно все синтетические. Что же касается кистей для глаз, или мультизадачных каких-то кистей, то опять-таки здесь очень много синтетики, и всего несколько штук. Вот я сейчас тут насчитываю всего 4 кисти из натурального ворса, и все они сделаны из ворса козы, причем очень некачественного. Вот этот набор один из самых, наверное, паршивых в плане качества натурального ворса. Здесь вот кисть карандаш, или кисть бочонок скорее, потому что до карандаша она не дотягивает. Вот сравните вот эту Зорея, которую я вам показывала до этого, как она держит форму, и как выглядит распотрошенная вот эта кисть, причем, что пользовалась я ими одинаково, я не могу сказать, что эту я как-то по-особенному насиловала. Очень жесткий ворс, не впечатлил абсолютно. Вот эти вот, которые здесь предполагаются, как растушевочные, они огромные. Стандартная кисть для растушевки выглядит вот как-то вот так. Вот эти по сравнению с ней просто огромные слоны, поэтому о детальной растушевке вообще речи быть не может. И что касается кисть для нанесения теней, то здесь она, ну, в принципе, неплохая, тоже жестковата, но наносит в принципе неплохо. На нее сильно пожаловаться я не могу. В этом наборе, если считать чисто математически, то тоже не слишком много бестолковых кистей, всего 4 я здесь могу назвать, но в то же время нужно учитывать, что множество кистей здесь синтетических выполняют в принципе одну и ту же задачу, то есть их можно взаимозаменять, и по сути это одна и та же кисть. То же самое касается и кистей для растушевки, и что касается отвратительных кистей, это вот эта кисть, которая как бы с намеком на кисть-карандаш, опять-таки вот такая вот скошенная, пушистая, но на этот раз синтетическая, тоже не люблю такие кисти. Кисть для подводки, тут тоже вот такая вот скошенная, с таким вот как бы загнутой ручкой, тоже мне не понравилась, потому что она здесь распушенная мне пришла, и я не могу нарисовать ей четкую, такую красивую стрелочку, она мне мажет все подряд, и я не могу привести ее вот в такую нужную форму мне, поэтому либо стричь только ее, либо я не знаю, что с ней делать. Что касается скошенной кисти, она вроде бы и неплохая, но она слишком такая плотно набитая, и в отличие от той, которую я вам показывала до этого, она не острая, а она именно вот такая вот чопорная, поэтому брови ей не сделаешь, и подводку она слишком жирно будет наносить, поэтому для меня это тоже пас. Стоимость этого набора точно такая же, как и предыдущего, 23 доллара 23 цента, но за счет того, что кистей здесь больше, здесь 15 в наборе, а в предыдущем было 12, получается, что стоимость за кисть ниже, и составляет 1 доллар 55 центов. Хочу вам тоже показать вот такую вот кисть, это не часть набора, она продается отдельно, состоит она полностью из синтетического ворса, хочу ее вам показать, потому что я долго искала такого рода кисть, именно для тела, то есть вот эта кисть, она слишком большая для лица, то есть слишком большие зоны ей только обрабатывать, но в то же время она отлично подходит для того, чтобы наносить косметику на тело, если нужно там бронзер нанести, хайлайтер на большие участки, на руки, ноги, и стоит она всего 4,99, поэтому вполне можно купить, если вы такие кисти тоже искали. Теперь быстренько хочу вам показать еще два набора, которые для меня лично не претендуют на главенствующее такое вот звание, то есть это дополнительные кисти, потому что они полностью синтетические, я их брала с точки зрения минеральной косметики, потому что для минеральной косметики лучше всего как раз-таки синтетика подходит, и также из-за того, что кисти абсолютно все синтетические, они подходят для веганов, поэтому если вас заинтересует, то как бы как вариант могу назвать. Я сейчас говорю о вот таком вот наборе кистей, здесь 11 штук, и я бы сказала, что здесь 7 толковых и всего 4 бестолковых кисти, сейчас я вам покажу какие. В бестолковых опять-таки кисть-лепесток, если рассматривать это с точки зрения минеральной косметики, то такие кисти, мне кажется, там вообще не используются, если с точки зрения просто веганского такого набора, то опять-таки форма, которую я никогда не использую. Тоже не понравилась мне вот такая вот малютка, казалось бы, вроде неплохая должна быть кабуки, мягенькая, но она просто какая-то слишком гуляющая, слишком какая-то непонятная, и наносить ей неудобно, то есть я бы взяла скорее немножко более какую-то короткую, возможно, с более коротким ворсом, и ту, которая более так вот упруго наносит и растушевывает. Вот это мне не очень понравилось. Еще 2 бестолковые кисти, тоже вот такие вот скошенные, одна более пушистая, скошенная, и вторая менее пушистая, но я вообще не представляю, что ей можно делать, ни для подводки, опять-таки, ни для бровей, ни для чего она не подойдет, поэтому что ей делать вообще непонятно. Остальные кисти, в принципе, неплохие. Вот такие вот кабуки я для минеральной косметики запросто могу использовать, то есть вот то, что я имела в виду, она более плотно набита, и она более упруга растушевывает, поэтому растушевка получается более такая, как незаметная, да, такая, как более гладкая, отполированная именно растушевка. Вот эта более гуляющая, то есть не пойми, что вообще она делает на лице, и такая же аналогичная, только более округлая, в принципе, они тоже взаимозаменяемые. Остальные кисти тоже неплохие, здесь очень неплохая плоская, вот это можно использовать для кремового хайлайтера, для консилера, опять-таки, вот эта неплохая тоже синтетическая кисть, вот эта очень неплохая синтетическая кисть, потому что она заостренная, и она вот этот вот острый кончик свой держит, даже после нескольких головомоек, она все равно держит эту форму, и я ей очень люблю растушевывать какие-то кремовые шиммерные тени, например, как тинты от Armani, очень красивая растушевка получается на границе с какими-то обычными тенями, ну и это тоже, я думаю, как бы вы ей назначение найдете, то есть как вариант какая-то растушевка, может минеральный консилер нанести, то есть тоже, в принципе, можно ее применить. Стоимость этого набора 10 долларов 99 центов, то есть каждая кисть здесь стоит всего 1 доллар, то есть самая низкая цена из всех, которые я вам показывала. И последний бамбуковый набор у меня из 4 кистей, здесь я вам могу показать, он стоит 4 доллара 37 центов, каждая кисть получается здесь доллар 0,9, в принципе, ну неплохой набор, то есть каждую кисть здесь я могу использовать, вот это очень классная для минеральных румян, для минерального бронзера, вот она прям такая мягенькая, поглаживающая, очень неплохая кисть, вот эта плоская, тоже могу ей запросто найти применение, будь то консилер классический, будь то какие-то тени кремовые, замечательно. Вот эта тоже пушистенькая кисточка, мягенькая, могу тоже вполне ее применять, как для минерального консилера, так и для того, чтобы тени даже растушевать, очень неплохая, вот такая вот мягенькая, набитенькая кисточка, вот это мне очень понравилось для полировки пудры и полировки именно в каких-то мелких зонах например вот нос для того чтобы заполировать и для того чтобы в эту жару максимально закрепить пудрой очень даже неплохая кисть вот для этих целей я ее часто использую набор стоит всего 4 там с копейками поэтому вполне можно приобрести как дополнительный то есть это явно не основной набор самом конце наверное упомяну кисти real technics потому что сто процентов будут спрашивать у меня я на самом деле кисти real technics использую кое-какие но я не рекомендую их покупать как основной набор потому что как я уже и сказала я не люблю синтетику во всем поэтому кисти для лица какие-то определенные да у них действительно неплохие даже может быть какие-то там для глад для консилера можно приспособить но вот для качественной красивой растушевки теней у них нет на мой взгляд кистей поэтому я всегда в идеале советую покупать комбинированные наборы где есть как синтетика так и натуральный ворс ну что ж это все я надеюсь что я вас не утомила и вы до сих пор еще со мной мне просто хотелось как всегда сделать детальный обзор потому что я долгое время тестируете кисти я забрала у себя все свои дорогие кисти и за последнее время я пользовалась только этими кистями делала заметки отмечала какие-то вещи все это записывала все это каталогизировала надеюсь что мой труд не пройдет зря и вы мне обязательно поставите палец вверх оставите комментарий по поводу того что вам понравилось возможно какой-то набор вас заинтересовал возможно вы каким-то набором пользуетесь то есть делитесь тоже своим опытом и мне и остальным я думаю будет это интересно почитать не забудьте перед уходом подписаться на канал если вы до сих пор этого не сделали и мы с вами увидимся в следующих моих видео до сих пор Субтитры подогнал «Симон»